Здравствуйте дорогие зрители и гости канала, с вами мастерская коллектохорс. И сегодня у нас видео о покраске резина в гнедую масть с пегостью. Это не учебное пособие и не туториал, мы лишь хотим рассказать о процессе перекраса и дать несколько полезных советов для начинающих. В любом случае, выбор материалов, инструментов и техники исполнения лежит на вас. Давайте начнем. Модель для покраски была выбрана заказчиком. Великолепный орденский конь 2022 года выпуска. От скульптора Даниэла Баглай. Модель размера Венти, это зарубежное название данного масштаба. У нас этот масштаб более известен под названием падок. Хотя если посмотреть, то визуально видно, что Венти несколько меньше. Что-то между стеблами и падоками. Модель легкая и хрупкая, поэтому если вы решите ее закастомить, не имея должного опыта с этими моделями, то скорее всего модель рассыпется во сроках. Однако положительные стороны данной фигурки оказываются сильные. У нее хорошая проработка и ее не нужно арминировать, так как она не деформируется. Данная модель не отливалась, а печаталась. И до этого уже была частично обработана заказчиком. Поэтому нам необходимо удалить печатные пеньки, избавиться от неровности на кругу, шероховатости и иных дефектов печати. Дефекты я удалю фрезером на 2000 оборотов различными видами фрез. Чаще всего это шар среднего размера, цилиндр и наконечник для мелких или узких созоров, например, под хвостом. При работе с печатными резинами очень важно надевать защитные очки и маску, так как пыль, летящая при его обработке, легко оседает в дыхательных путях и на глазах. После припинга мы рунтуем модель. У меня после рунтовки выявились дефекты, поэтому я снова зашлифовала поверхность модели. Но теперь же бафик. Данный инструмент вы можете найти в любом маникюрном магазине. Их стоимость в районе 20 рублей. У меня три вида бафов. Основной это с крупной зернистостью, он работает как междачка для крупных дефектов. Второй такого же размера баф с мелкой зернистостью, для исправления, опять же, изъянов крупного или среднего размера. И мини-бафа. Расходный материал. Благодаря им поверхность становится очень ладкой. Не советую шлифовать этими бафами в одном направлении, так как вы создадите косую неровность, и эта область будет выделяться при подкраске. Поэтому работаем по круглыми движениями. После каждой шлифовки лошадь моем, желательно не щеткой. Можно использовать старую зубную. Далее снова покрываем рунту, так как мастью нас гнидая, то для упрощения дальнейшей работы делаем кирпичную подложку грунтом от марки Куда. Важно, чтобы он был окидан. Не забываем встряхнуть баллончик, как указано в инструкции. Я использую пастель марки Soft Pastel Gallery. Она идет мелками в наборе. Найти ее можно на сайте Wildberries или Azul. По стоимости набора в районе 800 рублей. Для нанесения пастели крошим ее канцелярским ножом. Желательно наносить светлые цвета одной кистью, а темной другой. Либо же хорошо вымытой кистью от светлого темного. Места нанесения уши, линия спины, нос, ноги, пах, складки. Область вихра глаз выделяем черным или смесью угольного черного с сжженным коричневым. После нанесения пастельной основы покрываем фигурку матовым лаком. У меня лак Куда в аэрозоре. Его стоимость в магазине от 275 до 450 рублей. После сушки необходимо наметить пятна. Для них лучше всего брать конкретный референс, чтобы у пятен была ловичность и они выглядели реалистично. Для дальнейшей прорисовки пятен используем смесь охвы и белого оттилла. Важно использовать воду. После сушки в некоторых моментах у меня часто проявлялись так называемые карточки и приходилось шлифовать саленбафом. Для розового носа к смеси охры и белым добавляем красный. Грива у нас согласно референсу белого, а хвост черный. Рисуем подложку в виде основного цвета пива. Грива смесью охры и белым. Хвост угольно-черный. Проработка заключается в прорисовке волосков и прядей более сытым цветом тонкой кисти. Для этого используем кисти с макировкой 0 и 3 мимо. Их стоимость в районе 300 рублей. Так как многие у коня сверлые, то и копыта тоже. Поэтому задаем цвет смесью охра и белым с преобладанием охра. Покрываем основным цветом. Постепенно добавляем коричневый. Прорисовываем рельеф и рисунок самого копыта. Прорисовку глаз покажу поэтапно на примере другой лошади. Так как процесс прорисовки глаз у акденского резина был утерян. Итак, покрываем область гвозного яблока белым акрилом. После сушим. А далее второй слой смеси белил, охры и красного. Углы глаз выделяем тем же раствором, но с преобладанием красного. Черным матовым акрилом рисуем радужку и прорабатываем края вверх. И вновь просушиваем. Затем наносим смесь черного и коричневого, отступая от черной подложки на 1,4 мм. Сушим. И уже чисто коричневым открываем более близкую к центру области. Подложку для самого зрачка получаем из раствора охры и коричневого акрила. Затем берем глянцевый черный и рисуем зрачок. Для глубины центр выделяем смесью черного и синего акрила. В завершение выделяем все глянцевым лаком. Также для объема можно использовать ультрафиолетовую смолу. Таким образом мы можем составить таблицу стоимости создания данного перекраса. Резень в размере венте 1850 рублей. Доставку в часть стоимости не будем. Фрезы многоразовые, но при желании и имея терпение, все можно сделать бафовым, поэтому общая стоимость набора бафов 75 рублей. Баночка без жидователя 120 рублей. Грунт 300-450 рублей. Лак аэрозоль 275-450 рублей. Пастель от 600 до 900 рублей. Базовый набор пыла, коричневый белый и охват по 260 рублей. Черный 170, красный и синий на ваше усмотрение, но я покупала в наборе за 349 рублей. Кисти синтетические наборы с 10 штук 499 рублей. Кисти 0 и 3 0 170 и 265 соответствий. Лак глянцевый в баночке 150 рублей. Перчатки маска для работы 59 и 15 рублей. Итог, стоимость в районе 6 тысяч рублей, без учета времени. Все цены указаны за баночки и наборы. Не стоит забывать, что большинство из материалов многоразовые. Создание того или иного прикраса либо кастома занимает большое количество времени и сил. Поэтому будем благодарны, если вы поставите этому видео лайк, подпишитесь на наш канал и группу ВКонтакте, где вас ждет множество интересных постов. Также у нас сейчас проходит конкурс на собственном печатном резине, обзор на которого выйдет в день окончания конкурса 30 января. До новых встреч!